Баскетбольная команда Волготех 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 Вернемся виртуально в Ешкар-Алу на баскетбольный паркет «Волготеха». Ведь в реале в сезоне 2014-2015 в этом зале не будет матчей чемпионата России среди женских команд в высшей лиге. И дело не в том, что нет чемпионата, как было пару лет назад. Причина в том, что наша команда решила взять паузу. Прежде всего я хочу успокоить болельщиков. И ничего страшного не произошло. Все идет, как бы никто нам ничем не отказывал. По большому счету здесь решение было общее. Мы сыграли на кубок, посмотрели со стороны все, как это происходит. И как бы приняли общее решение, что в этом году мы пропустим сезон высшей лиги. Нас готово в министерство финансировать, готово. Дело в том, что у нас и правительство, и республика, и министерство не только нас поддерживают, поддерживают все виды спорта, большинство видов спорта, как в других республиках. Мы ездим все это и видим прекрасно. Где один-два вида спорта развиваются. А у нас и футбол, и баскетбол, и лыжные гонки, и фигурное катание у нас все. Поэтому, как бы, здесь никакой подоплеки нет. Просто-напросто мы решили сделать небольшую тренировку, хорошо подготовиться, как в финансовом, так и в физическом, техническом плане. Поэтому ничего страшного нет. Это было общее решение. Нас как продолжали так финансировать, так и продолжали финансировать. Но дабы тренировочный процесс таки успешно сочетался с практической составляющей, команда «Волготеха» участвует в студенческих соревнованиях. В чемпионате АСБ подопечные Мухина стартовали успешно, обыграв команды из Владимира и Липецка. Ну и завершая тему клубов из Морел и командных видов спорта, пару слов о футбольной Морелочке. Напомню, что регулярный чемпионат в зоне центра «Волга» подопечные Евгения Петрова завершили на втором месте. Однако на втором этапе сезона, в финальных соревнованиях команд первой лиги, наши девчонки финишировали последними. Тем самым отложив хотя бы теоретический выход в высшую лигу как минимум на один сезон. Субтитры создавал DimaTorzok